Этот бокс для отработанных автомобильных шин установили рано утром. Спустя 4 часа площадка наполовину заполнена ненужными покрышками. Люди читают, что это место для отработанных шин, специально отведенное. Поэтому несут свои покрышки. В принципе, то, для чего мы это сделали. А сделали еще в прошлом году, благодаря идее Андрея Гаранина, с обеих сторон гаражного массива по улице Строителей. 11 и 13 микрорайонов оборудовали два бокса для сбора отработанных покрышек. В этом уже по инициативе горожан, поданный в проект «Чистый Ямал», установили еще пять площадок. Классная идея, что проводить этот проект «Чистый Ямал». Установили такие контейнерные площадки на территории Пурпе-1, на территории Пурпе, в гаражных массивах. И вот мы уже видим, что люди уже бережно относятся к той территории, где проживают, и уже начинают сюда скидывать отработанные шины. Теперь покрышки собирают на семи площадках. Затем их отправляют на переработку, где они превращаются в резиновое покрытие для детских и спортивных площадок. Напомним, проект «Чистый Ямал» инициировал губернатор округа Дмитрий Артюхов в рамках «Года экологии». Как улучшить экологию в регионе предлагали северяне. В Губкинском «Зеленый офис» подали более 60 экоидей. 19 из них поддержали горожане. В этом году приняли на себя обязательство выполнить все 19 инициатив от наших жителей, которые направлены на улучшение экологической ситуации, как в нашем городе, так и на Ямале. И есть несколько интересных, как я считаю, хороших инициатив, которые закладывают фундамент для нашей молодежи, для наших жителей по бережному отношению к природе. Так держать, будем и дальше работать в этом направлении. «Чистый Ямал» – это очень серьезная задача, и сделаем наш Ямал чище все вместе. Елена Канина, Денис Гимб, Денис Вильков. Новости Губкинского.